Доброе утро, добрый день, точнее, уважаемые коллеги. Вот Илья Михайлович уже пишет, сейчас начнем, не переживайте. Не волнуйтесь, что у вас в кадре не Алексей Васильевич Конобеев, а я. Я его вам обязательно верну. Как только он до нас доедет, он, к сожалению, немножечко запаздывает. Так что я сегодня, как в школе, замещающий учитель, пока основного учителя вызвали куда-нибудь очень срочно к директору, допустим. Нас уже 113 человек. Я, к сожалению, не успела посмотреть, из каких регионов нас сегодня слушают. Мне было бы очень интересно почитать. Напишите, пожалуйста, в чате, за мной проверим, хорошо ли меня слышно. Самара, Ульяновск, Брянская область, Краснодар, Тамбовская область, Москва, Иркутск, Белгород, Пермский край, Хакасия, Москва опять нас, Чита, Питер, Мордовия, Оренбург, Череповец, Архангельская область, Ямал-Ненецкий округ, Алтайский край, Башкортостан, Ростовская область, Тюменская область, Санкт-Петербург, там у нас скоро семинар Алексея Васильевича, 23 числа, Липецк, Челябинская область, Кабардино-Балкарская республика, Шахты, Свердловская область, Тамбов, вот вижу наш автор. В чате очень приятно. Тульская область, Воронеж, Хабаровский край, Астрахань, Новосибирская область, Ярославль, Чувашия. Замечательно, видите, как много регионов сегодня собралось, и вот все мы на таком всероссийском семинаре, вебинаре с вами вместе. Красноуральск, Юлия Геннадьевна, у нас даже два автора в чате есть, это очень прекрасно. Я думаю, они нам будут в чате что-нибудь хорошее писать, может быть, какие-то комментарии будут по своим пособиям давать. Вот уже есть вопрос, как скачать мобильные приложения для изучения английского для дошкольников? Все очень просто, коллеги. Об этом будет немножечко в презентации Алексея Васильевича, который я немножко начну, если он к нам не подойдет в ближайшие несколько минут. Но, на самом деле, найти их очень просто. Вы заходите на сайт на форум www.english.ru и видите, в правом верхнем углу красная кнопочка будет гореть Mobile Apps. Кликайте туда и выходите на страничку с приложениями, с мобильными приложениями. Вот просят, напишите ссылку. Я уверена, что ссылка вам не понадобится, что коллеги в крайнем случае сейчас вам ссылочку в чат, конечно же, кинут, но если вы зайдете на www.english.ru, то сверху вы увидите, красным будет гореть Mobile Apps. Кликните туда и все. Да, но лучше, конечно, вот я абсолютно согласна с Натальей Юшиной, что лучше, конечно, на обратной стороне просканировать, на обратной стороне учебника. Вот у меня, кстати, с собой здесь есть он сейчас, например. Мы видим, что вот здесь сзади учебников, например, что сзади курсы 12 шагов, что сзади, например, книжек Юрия Геннадьевна Курбановой. Везде есть QR-коды, которые вы можете просканировать и сразу попадете на необходимую страничку. Вот Илья Михайлович, тем не менее, уже ссылочку дал. Да, вот Илья Михайлович напоминает о том, что где можно посмотреть о семинарах расписания наше. Замечательно. Ну вот, ссылок теперь, я думаю, на... Много вы можете посмотреть, они есть и на iOS, и на Android. Так что очень легко найти. Спрашивать связь плохая у всех? Вы знаете, коллеги, здесь зависит, скорее всего, связь от скорости интернет-соединения. Вот пишут коллеги, вроде, отлично, все хорошо. Но будем надеяться, что все-таки у большинства связь будет хорошая. В крайнем случае, коллеги, попробуйте либо зайти с другого браузера, либо попробуйте заморозить видео. Те, кто уже заморозили видео, потому что, в принципе, на видео, я думаю, ничего особо интересного, то все уже очень даже хорошо слышно. Хорошо, коллеги. И еще у меня есть интересный к вам вопрос. Мне интересно знать, нас сегодня все-таки слушают школьные учителя или есть среди вас те, кто работают с дошкольниками? То есть, все-таки, больше такой профильный сегодня вебинар получается или, так сказать, общего развития? Дошкольники есть. Вот Фомина Елена пишет в дошкольном учреждении. Есть те, кто и там, и там. Анакаева Анна пишет и там, и там. Вижу, школьные. Вот есть те, кто в начальной школе, например, кто преподает. Осият у Субековой есть. Младшие школьники и дошкольники. Отлично. Есть те, кто работает в студии, например. Очень хорошо. Педагог Кружка в долу Виктория пишет. Вот Юлия Вячеслава пишет. Работаю в школе, но есть маленький ребенок. Это очень-очень хорошо, что есть даже, да, вот мамы сегодня. Может, даже и папы есть, не знаю. Посмотрим. Алена пишет дошкольный. Есть вот учителя, у кого, кто пишет, что в школе учителя, но при школе есть детский сад. Много, я вижу, да, в принципе. Больше, чем в прошлый раз, потому что в прошлый раз мы тоже такой вопрос задавали на вебинаре по дошкольному учебнику, по дошкольной серии. Вот это Юлия Вячеслава пишет. Программа «12 шагов» к английскому языку для 6 лет рассчитана и на 1-й класс в 3-х школах, где это английский язык. Чтобы не забыть то, чему обучались дети раньше. Отлично. Еще вижу, вот из Приморского края есть коллега, Анатолий Владимирович тоже преподает у дошкольников. Сыну 6 лет, хочу приобщить его к английскому языку. Замечательно. Вам сегодня очень в тема вебинар. У Бориса Ивановича Маркова есть договоренность с поведением в ДОУ. Ирина Геннадьевна пишет, что педагог ДОУ в образовании в детском саду. Ларит Юрьевна работала в школе, но больше нравится работать в начальной школе и с малышами. Тамара Ужимова, дополнительное образование. Замечательные коллеги. Сегодня такой вебинар действительно больше, можно сказать, даже профильно направленный. Давайте мы с вами немножечко начнем. Я знаю, что в начале презентации Алексей Васильевич хотел с вами поговорить про дошкольное образование. Я вижу, у нас в чате пишут, что есть даже директор Центра развития детей Валерия Седова. Прекрасно. Коллеги, значит, мы с вами сначала поговорим про в ГУС дошкольного образования. Принят он был 17 октября 2013 года, вступил в силу с 1 января 2014 года и на его введение повсеместное нам, так сказать, на переход дали два года раскачки, то есть переходный период до 1 января 2016 года. Каковы же задачи, которые ставят в ГУС? ГУС, а именно это охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Это обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. Это обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования в рамках образовательных программ различных уровней. Это создание благоприятных условий развития детей, это объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс, формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, мы это увидим сегодня на примерах, развитие их социальных, нравственных, эстетических, физических качеств, инициативности, самостоятельности, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение вариативности и разнообразие содержания программ и формирования дошкольного образования, формирование социокультурной среды, соответствующей особенностям детей, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Смотрите, да, задач много, их 9, они такие очень емкие, очень много всего в себя включают, но что мы видим, что в дошкольном возрасте все же главное это развитие детей, то есть если мы будем говорить конкретно об обучении иностранному языку дошкольников, то здесь главное развитие, потому что в ГОС дошкольного образования там ни одной строкой нету ни одного слова о том, чтобы должна была формироваться коммуникативная компетенция у детей, да, мы этого не нашли, да, в задачах, мы этого не увидели. Соответственно, мы не увидели и что-либо касаемо контроля, например, языковых средств, но мы с вами знаем, что и мы видим из задач, которые в ГОС ставят, что главная задача это формирование у дошкольников познавательных потребностей, интересов и вообще желание учиться и желание учиться потом дальше в школе. То есть все-таки ГОС, да, он хоть и описывает очень многое, да, но и тем не менее он нас не загоняет в рамки, мы не видим здесь того, чтобы у нас учащиеся, например, уже будучи дошкольниками умели говорить и должны были говорить на, допустим, английском языке. Вот уже я вижу, Илья Михайлович узнает, откуда коллега, которая написала, что она директор центра. Есть еще коллеги, которые работают в начальной школе, в старшей и даже в поддавительной группе детского сада. Я вижу, что это очень многие пишут, что работают в школе не только в младших классах, но и в средних и в старших. И еще и сочетают эту работу в детском саду. Я думаю, что это довольно сложно. Коллеги, вам не сложно работать сразу с таким большим разбросом возрастов учащихся и со старшими, и с младшими? Пишите, пожалуйста, очень интересно. Нет, не трудно. Это очень здорово, потому что, на мой взгляд, конечно, разница очень велика в подходе к маленьким деткам и к взрослым таким уже учащимся, особенно к, допустим, 10-11-классникам, которые считают себя уже действительно совсем-совсем взрослыми. Итак, вот еще есть комментарии. Работаю и в садике, и в начальной школе. Веду окружающий мир на английском в четвертом классе. Нетрудно. А вот еще коллега пишет о Сияту Субекова. Очень сложно, потому что очень разные потребности. Да, действительно. У маленьких совсем детей потребность больше в том, чтобы поиграть. Какое-то развитие будет в основном в игре. И нет у нас, когда еще раз, если об этом сказать, нету цели научить их говорить, допустим, на английском языке. Мы больше развиваем их с помощью английского языка, да, средствами английского языка. А у старших детей уже свои потребности. Здесь у нас уже в девятом классе ОГЭ, в одиннадцатом ЕГЭ и так далее. Если знаешь возрастную психологию, нетрудно. Очень хороший комментарий. Вот даже еще есть комментарий. Я преподавала в школе и в ВУЗе. Нетрудно, весело. Здравствуйте. Работаю в школе, в начальной и средней школе. Веду доп. образование для малышей 5-6 лет на базе школы. Итак, какие же области затрагивают, области развития ребенка затрагивают в ГОСДО? Это социально-коммуникативная область, познавательная, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и, конечно же, физическое развитие детей. Маленькие дети схватывают сон и литой. Люблю игры. Надо либо только в владших классах, либо только в средних и старших классах, тем более при той нагрузке, которая есть сейчас на учителях. Да, такой тоже комментарий действительно верен. Какие же есть средства осуществления развития детей? То есть то, что мы увидели с вами на предыдущем слайде. Ко правилу, мы с вами всегда говорим о приемах и технологиях. Единственное, что не всегда мы проводим границу между приемами и технологиями. Давайте посмотрим, что же представляет из себя прием. Прием – это наименьшая обучающая единица в деятельности преподавателя. И далее цитата из учебника методики Гесс-Лиховицкий 81-го года. Это элементарный методический поступок, направленный на решение конкретной задачи преподавателя на определенном этапе практического занятия. Посмотрите, пожалуйста, цитата на слайде перед вами. Что же такое технология? Технология – это уже совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. Такое определение дает толковые слова. И что же такое педагогическая технология? Педагогическая технология – это уже описание или алгоритм процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств достижения планировых результатов обучения. То есть, по сути, мы видим с вами, что самая наименьшая обучающая единица будет прием. То, что уже будет состоять из нескольких приемов, будет называться технологией. На более таком простом примере, это можно увидеть, например, при чтении рецепта. Когда мы с вами видим перечисление ингредиентов, это у нас будет прием. Взять то-то, то-то в таком-то количестве, это в этом количестве и так далее. Технологии уже будет взбить, например, яйца до, скажем, пенки, разогреть воду до стольких-то градусов и так далее. То есть, уже технология, например, приготовления пищи – это будет технология, а прием – это до того. То есть, это более мелкое, то, что, так сказать, подготовительные шаги, которые мы делаем. Вот, допустим, такое очень, пускай, простое и примитивное объяснение, но я думаю, что оно ярко показывает разницу между приемом и технологией. Хороший комментарий есть от Ирины Геннадьевны. Учителю, желающему сохранить свои навыки, нужно работать на всех ступенях обучения. Хороший комментарий. И вижу еще, Лилия написала интересный комментарий. Открыла студию по изучению иностранных языков, работаю с детками разного возраста. То есть, у нас даже с вами есть сегодня, да, такие, можно сказать, бизнесмены-предприниматели, да, те, кто открыли свое дело и вот всех себя вкладывают в это. Давайте посмотрим на принципы обучения и развития дошкольников. Это, конечно же, личностно-ориентированное обучение, оно от нас никуда не уходит, оно есть везде. Это деятельностный подход, это игровые технологии, это, конечно же, ИКТ и здорово-сберегающие технологии. Мы на примере принципов обучения и развития дошкольников как раз посмотрим с вами примеры из серии детский антискейн. Это как раз все те учебники, которые я вам сейчас показывала. Здесь единственное, что нечего мне показать и подержать в руках пока еще, к сожалению, нельзя. Не вышли еще пособия Алексея Васильевича как раз Конобеева. Но мы их все равно с вами увидим на слайдах. Перед вами сейчас первые четыре книги из серии «12 шагов к английскому языку». Смотрите, пожалуйста, да, я вам их могу и так, в принципе, показать эту красоту. Могу показать, это уже распечатанные книги, конечно, могу показать, как это выглядит, когда вы это приобретаете. То есть это вот в таком пакетике, да, замечательно все сшито. У вас здесь сразу вложен внутрь диск, чтобы он никуда от вас не потерялся. Вот, пожалуйста, у меня две книжки сегодня с собой есть, из того, что я захватила на вебинар, чтобы вам показать. Итак, что же мы можем посмотреть, какие примеры мы с вами посмотрим. Показывала опять же уже пособие, у меня тоже здесь две с собой оказались. У меня с собой здесь игрушки и птицы. «Стихи и загадки о». Далее, мы видим, что помимо этого еще есть стихи и загадки о цветах, о животных и о подводных жителях. То есть книжечек таких на самом деле пять. Вот уже коллеги пишут в чате, и мы уже взяли комплект на пробу. Коллеги, а напишите, пожалуйста, кто еще уже заказал, или уже, может быть, даже получили, или уже приобрели. Вот Радислав Петрович, у нас сегодня все авторы, про которых мы будем говорить, есть либо в чате, либо будут точно, когда Алексей Васильевич к нам присоединится. Алексей Васильевич к нам присоединится уже скоро. «Все книги выписал, жду поступления», пишет Борис Иванович. «Заказали Белгород». Вот уже спрашивают, где можно заказать, какая цена. Коллеги, цена на самом деле очень подкупает, она абсолютно антикризисная. Например, «Стихия и загадки о» стоит 50 рублей. Вот кто-то купил, например, только «Стихия и загадки о подводном мире», покупайте остальные. Эти книжки по 50 рублей и «12 шагов к английскому языку» каждая книга по 138 рублей, если их брать в интернет-магазине. Коллеги, пока вы пишете, кто уже купил, кто нет, я от вас буду отключаться, потому что к нам присоединился Алексей Васильевич. Кнабеев, он продолжит лекцию. Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня получилась, к сожалению, небольшая накладка, я только-только вернулся из Москвы по пути, была большая пробка из-за того, что несколько автомобилей попали в аварию. Но, к счастью, Алена Евгеньевна прекрасно меня смогла заменить. Итак, мы с вами говорим о стандартах, мы с вами говорим о новых технологиях, которые можно использовать для того, чтобы удобно было реализовывать стандарты дошкольного образования. И Алена Евгеньевна уже успела вас познакомить и с теми книгами, которые у нас вышли. Я несколько слов скажу о тех книгах, которые готовятся к выходу, потому что у нас многие вещи появляются. Вот, кстати, Светлана Леонидовна пишет, книга «Стихи и загадки» очень-очень понравилась. А вот мы сегодня заглянем внутрь этих книг и посмотрим, что они нам позволяют сделать. У нас готовятся к выходу еще семь книг из серии «Первые английские слова». Эти книги довольно простые, но они позволяют обучать уже в контексте. И к этим книгам, точно так же, как и к книгам серии «12 шагов к английскому языку» к книгам курса, есть мобильные приложения. Это одна из тех новых технологий, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Итак, давайте мы с вами посмотрим на те моменты, на которых основывается стандарт дошкольного образования. И посмотрим, что же сейчас относят к новым технологиям, что в нашу жизнь пришло. А на самом деле, я думаю, что вы прекрасно понимаете, ничего из ниоткуда не берется. То, что приходит сейчас в дошкольное образование, оно было уже опробовано, оно было использовано в школьном обучении. И начинает появляться, а кое-что уже и было, естественно, в дошкольном образовании. А что-то из дошкольных приемов приходит постепенно и в начальные школы, то есть мы постоянно учимся друг у друга. Учителя начальных классов учатся у воспитателей и преподавателей дошкольных образовательных учреждений. И наоборот. И это замечательно, что мы можем обменяться опытом, потому что всегда полезно посмотреть, что уже умеют делать коллеги и что они умеют делать эффективно. Одна из основ, на которых написан стандарт дошкольного образования, это личностно-ориентированное обучение. Про него говорят очень много и очень часто. И говорят, как правило, общими словами. Но на самом деле, для того, чтобы понять, что такое личностно-ориентированное обучение в дошкольном образовании, довольно легко все это сделать. Дело в том, что при личностно-ориентированном обучении мы ведь сами помним, что основная задача стандарта – это развитие ребенка. Там не только не ставится задача дать какое-то содержательное обучение, предметное обучение, но более того, в стандарте четко совершенно говорится, что запрещено проверять предметные знания, запрещено на основе предметных знаний ребенка оценивать деятельность воспитателя и деятельность образовательного учреждения. То есть самое главное – это развитие ребенка, развитие комплексное, развитие с использованием различных сфер знаний и различных направлений развития. И вот личностно-ориентированное обучение, оно здесь как нельзя лучше подходит. Ребенок в ходе этого обучения говорит о том, что ему по-настоящему интересно, что он хорошо знает о себе самом. Но вы сами знаете, любой человек о себе рассказывает гораздо охотнее, чем слушает о ком-то, правда же? Но для того, чтобы это превратилось в обучение, недостаточно просто у ребенка спросить, расскажи, что ты сегодня делал, и этого было бы мало. Мнение ребенка важно и учитывается в занятиях, поэтому у ребенка спрашиваем, а что тебе нравится? А как ты относишься к этому? А тебе это нравится или не нравится? А почему? Вы знаете, мы когда выбирали обложку из множества вариантов обложки книг, которые нам дизайнеры предложили, мы пошли в детский сад и начали детям показывать. И мнения были самые разные. Вот какая обложка больше нравится, мы спрашивали у детей. И, например, одна девочка говорит, а мне вот эта обложка нравится. Мы спросили, а почему? Она говорит, а здесь камушек нарисован, а я камушки люблю. То есть мнение ребенка, конечно, важно, и оно учитывается, но мнения эти очень-очень разные, и не всегда они становятся весовым аргументом, конечно же. И при личностном термообучении требуется учитывать индивидуальные особенности ребенка. Это то, о чем в стандарте постоянно говорится. А эти особенности, они включают и интересы, и уровень развития, и способ восприятия информации. Потому что, вы знаете, есть дети аудиалы, которые слушают и на слух хорошо понимают, есть дети, которые на слух очень тяжело воспринимают, им надо показать обязательно картинку. Им надо нарисовать что-то, это визуалы. Есть дети кинестетики, которым надо показать руками, как надо делать. Но и вы сами знаете, как важно в первые месяцы и годы жизни развивать все эти три канала восприятия информации. Еще Сухомлинский в свое время сказал, что ум ребенка находится на кончиках его пальцев. То есть мало услышать, мало увидеть, надо обязательно сделать, и то еще не факт, что ребенок запомнит. Надо еще и повторить, правда же? И еще очень важный момент. Ведь дело в том, что когда мы говорим об учении, это не обязательно формальное занятие, что вот сейчас мы 15 минут занимаемся английским языком, а сейчас мы будем 15 минут учиться считать, правда же? Развитие ребенка и обучение происходит на самых разных уровнях. Ведь можно просто с ним пройти по улице. А можно сказать, посмотри, вот это вот дерево, а вот эти вот кусты. А вот это вот низенькое, ну тоже дерево, потому что маленькое пока еще, правда? А вот это вот, знаешь, дерево с белой корой, оно как называется? Береза. А вот это вот дерево, это береза или нет? А сколько здесь берез, давай посчитаем. И посмотрите, какое комплексное занятие получается буквально из того, что мы с вами увидели. И поэтому, когда ребенок получает какую-то информацию, очень важно ее постоянно соотносить с его жизненным опытом. Пусть пока еще небольшим, но когда он ее в этот опыт укладывает, он начинает понимать, о чем речь идет. И естественно, тот материал, который мы детям предъявляем, он должен соответствовать уровню развития ребенка по концептуальной сложности. Что я имею в виду под концептуальной сложностью? Вы наверняка, точно так же, как и я, очень много видели различных пособий для детей, которые существуют в магазинах. Я не буду никакие называть, но узнаете, проблема вот какая. Я по разным магазинам книжным ходил, и в России, и в Великобритании смотрел, и в Германии осенью на книжные выставки на международные и так далее. И вы знаете, я видел, что у многих пособий есть одна очень-очень большая и общая проблема. А проблема вот какая. Пишут, что пособие предназначено для ребенка в возрасте трех лет, а там либо язык сложный, а во-вторых, еще проблемы бывают ведь не только с языком. В конце концов, можно пересказать на более простом языке. Но проблемы бывают концептуальны. С ребенком пытаются говорить о тех вещах, которые ему не просто непонятно, но они ему еще пока недоступны, он их не сможет осмыслить. И когда мы говорим про осмысление, ведь есть два способа подачи информации. Есть один способ давать информацию ребенку только ту, что он знает, и тогда развитие не происходит. Можно прекрасно поговорить, провести день в общении, но ничего он нового не приобретет. Есть второй способ, то, о чем писал Логоцкий в своей теории развивающего обучения. Когда ребенку дают информацию, которую он сможет понять и освоить, но только с помощью родителя или воспитателя. Это мы переносим тогда информацию в так называемую зону ближайшего развития. Но если ребенку дают что-то слишком сложное, то, к сожалению, оно выходит за пределы зоны ближайшего развития и превращается для ребенка в пустой шум. Я постараюсь сразу отвечать на вопросы. Вот Асияту Субекову пишет. А скажите, пожалуйста, одинаково ли надо оценить всех тех детей с индивидуальными особенностями? У меня в классах такое разнобелы знаний и способностей, что мне очень сложно получить у них одинаковый результат. Коллеги, подскажите, как вовлечь всех детей? Не так давно работают, может, что-то не так делают? Вы знаете, если вы говорите о школе, то школе оценивать недопустимо. Если вы говорите о работе в детском саду, то там оценивать не просто не рекомендуют, а оценивать нельзя. Но что мы здесь понимаем под оценкой? Это формальная оценка. То есть формальная оценка 3, 4, 5 баллов ставить нельзя. А можно ребенка оценить, похвалить его, дать ему смайлик, звездочку какую-то и так далее. И попробовать, вот здесь оценка имеет смысл сопоставлять достижения ребенка с тем, что он делал вчера, например, научился или на прошлом занятии, и с тем, что он учился сегодня. Попробуйте в дошкольном возрасте сравнить детей не друг с другом, они слишком разные для этого. А попробуйте оценить прогресс ребенка, сравнить его с самим собой. Например, вот посмотри, ты вчера этого не умел делать, а сегодня уже научился. Молодец, на тебе звездочку. А вот, а у тебя так пока еще не получается. Ну-ка давай вместе потренируемся, чтобы у тебя тоже получилось сегодня. Если идет речь о школе, то там, конечно, оценим допустимо, и это немножко выходит за пределы нашего сегодняшнего вебинара. Я поэтому сказал бы, вот что, очень коротко, чтобы не отвлекаться от темы, конечно, дети очень разные. Поэтому, вы знаете, прежде чем оценивать детей, объясните им, на что обращать внимание, объясните им, на чем основывается ваша оценка. Потому что очень часто дети не делают каких-то заданий на одинаковом уровне, не потому, что они не умеют этого делать, а просто потому, что у них пока общеучебное умение не развитое, и они еще не понимают, что им требуется делать для того, чтобы получить оценку. Давайте им четкие критерии. Например, если ты сделаешь вот столько ошибок, оценка будет вот такая. А если столько, то оценка будет вот такая. Или, например, если ты сделаешь за такое время это упражнение, там ведь много разных параметров оценивания. Может быть, правильность, скорость, беглость речи и так далее. Правда же? То есть, пусть у вас дети всегда понимают, за что они получают ту или иную оценку. Это очень важный момент, и он помогает детей вовлекать. Конечно, в начальной школе очень тяжело детей мотивировать, потому что, с одной стороны, они сами заинтересованы, с другой стороны, у них мотивация разнонаправленная. Одному нравится одно, другому нравится другое, третьему третье, и очень тяжело этого едино соединить. Там свои секреты, мы про это поговорим обязательно. Давайте мы с вами продолжим говорить. Итак, мы поговорили уже о том, что у нас есть несколько видов пособий для дошкольников. Это курс «12 шагов к английскому языку». Я вам покажу его покрупнее. Давайте мы с вами посмотрим. Мы сейчас говорим про личностно-ориентированное обучение. Давайте мы посмотрим на тематику курса и попробуем с вами решить. Я сейчас увеличу эту картинку. А какие же темы позволяют реализовывать личностно-ориентированное обучение? Вот у нас содержание первой книги. Я для того, чтобы было поудобнее, я понимаю, что на экране мелко, я перед собой взял книгу. Я прочитаю для вас. Давайте я вам буду зачитывать темы, а вы не будете говорить. Удобно ли в личностно-ориентированное обучение или не очень удобно? Хорошо. Итак, первый раздел называется «Лечевой этикет» и «Посмотрите». Самое первое занятие – это я. Как вы считаете, ложится у нас в теорию личностно-ориентированное обучение? Вот, правильно, плюс уже поставили. Верно. Второе занятие – знакомство с Сандрой и Александром. Мы знакомимся с героями учебников. Здесь уже сложнее сказать, правда? Потому что знакомиться можно по-разному. Можно детям сказать «посмотрите». Смотрите, вот такие вот детки английские есть, мы про них будем узнавать. И это уже не очень личностно-ориентированное обучение. А можно сказать, посмотри, у тебя сейчас появятся новые друзья. Вот такие. А тебе нравится, Сандра? А тебе нравится, Александр? А посмотри, а что тебе нравится? И так далее. Правда же? Следующее занятие – утреннее приветствие. Учим детей говорить «Good morning», здороваться и так далее. Опять же, как преподнести, правда? Если мы говорим ребенку «А с кем ты здороваешься?» «А что ты скажешь маме утром?» «А что ты скажешь папе утром?» «А что ты скажешь воспитательнице утром?» Тогда это личностно-ориентированное обучение. Если просто ребенку сказать, что англичане с утра говорят «Good morning», это, конечно, не очень получается личностно-ориентированное. Следующий раздел – «Здоровые привычки. Healthy lifestyle». И занятие – утренняя зарядка, утреннее умывание и готовимся к завтраку. И опять же, мы с вами увидим еще и в наших будущих вебинарах и сегодня отчасти, что мы здесь опять же не только рассказываем детям о заграничных героях и сверстниках, а мы говорим о том, а что тебе нравится, а как ты относишься к этому и так далее. То есть, что я пытаюсь показать этим, когда мы с вами такой анализ проводим? Я пытаюсь показать то, что любое обучение может стать личностно-ориентированным, если мы не забываем о ребенке, если мы спрашиваем его мнение, если мы помогаем ему рассказать о себе, а не просто слушать о чем-то и узнавать. Правда же? И так далее. Вторая книга. Я из первой прошу прощения, не все дочитал, я зачитаю для вас тематику. Третий раздел – «Завтрак, бекфаст». Садимся за стол. Этикетные особенности, как сидеть и так далее. Еда на завтрак. Мы говорим, знакомимся с названием еды. Вкусная овсяная каша. И посмотрите, мы приучаем детей потихонечку к здоровому питанию. Где же ложка? Учимся не только называть столовые приборы, но и пользоваться ими правильно. Вы сами знаете, какая-то проблема и ложку держать, научить, и знать, когда вилкой, когда чем пользоваться. Правда? Пьем сладкий чай. Здесь мы про десерты. И затем у нас идет сказка «Приключения Сандры Александра в волшебном саду». Вторая книга. Вот сейчас перед вами содержание. Пробежимся по нему глазами. Первый раздел – «Чистота и аккуратность». И занятия такие. Моем посуду и убираем со стола. Следующий раздел – «Прогулка». Готовимся к прогулке, гуляем по улице. Красивая машина. Это мы учимся говорить о том, что мы видим на улице и высказывать свое мнение. Красиво, некрасиво. Нравится, не нравится. То есть здесь не только мнение, но и основы эстетического развития. Затем традиционные праздники. Раздел «Праздник Рождества». Следующий раздел «Мир вокруг меня». «Самолет в небе. Мы любим смотреть в окно». И снова сказка «Приключения Александра и Александра в волшебном саду». Третья часть книги. Давайте я включу опять на экране. Вы увидите сейчас перед собой. На природе называется раздел «Первое занятие. Мы любим цветы. Затем дружим с зеленым деревом. Мы показываем, что живая природа – это друзья. Гуляем по зеленой траве и любуемся на небо». И опять мы показываем, что природа – это наши друзья и что это красиво. Следующий раздел «Игры и игрушки». Дети, как правило, такие вещи очень любят. Играем с игрушками, мы учимся рисовать, одеваем куклу. И следующий раздел «Любимые занятия». Смотрим телевизор, играем в игры, считаем от одного до трех. Но пока дети маленькие, четырехлетки по-английски мы их учим неспешно. Потом они научатся считать в протяжении всего курса и гораздо больше. И последний, наконец, четвертая книга для четырехлеток. Это раздел «Домашние животные». Занятие первое. «У меня есть кот, моя любимая собака, говорящий попугай». Следующий раздел «Обеденное время». Накрываем на стол, готовимся ко сну, что мы видим во сне. И, наконец, третий раздел «Инсценировка». Постановка спектакля «Колобок». И, собственно, мы готовимся к постановке. И затем у нас спектакль, завершающий для этого года. То есть мы четко видим, чему дети научились. За год посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, как вам кажется. Интересные темы? Интересные. А соотносятся они с жизненным опытом ребенка? Концептуально они ему понятно будут? Найдут дети, что сказать на эти темы? Конечно же. Не трудно, правда? То есть они мотивируют сами по себе. Детям понятно, и в то же время понятно, где здесь зона ближайшего развития. То есть это вещи, которые детям и так они учат на родном языке. Это то, чему их учат в семье. Это то, чему их учат в детском саду. Но в то же время мы им показываем еще то же самое, только по-английски. То есть предметом, содержанием обучения у нас становится не только английская лексика, но мы поддерживаем то, чему ребенка обучают и в обычной жизни, за пределами нашего занятия английского языка. Вот очень важный комментарий пишет Ельза. Главное, темы не размыты. Нет, темы не размыты, и здесь занятия строятся, сами темы, так, как ребенок идет по жизни каждый день. И это действительно очень важный момент. А вот давайте мы с вами посмотрим на занятия. Я еще раз напомню, я полагаю, Алена Евгеньевна про это говорила, но даже если не говорила, мы на это еще будем смотреть. К каждой книге «12 шагов к английскому языку» прилагается внутри самой книги еще книга для воспитателя и родителей с методическими рекомендациями. Зачем это сделано? Затем, чтобы вам ничего не надо было искать. Если вы занимаетесь детьми в группе, у вас эта книга есть. Если родители хотят помочь тому, чем занимались в детском саду, хотят поддержать занятия дома, они тоже могут прочитать. И вот давайте посмотрим. Мы с вами проанализируем два первых занятия. Я на прошлом вебинаре первые занятия уже показывал, но показывал только часть. Давайте-ка мы на нее посмотрим. Я еще раз хотел бы повторить. Длительность занятий, как правило, это 20 минут, может быть с переливом 30 минут. Да, но 30 минут пока еще очень тяжело детям в возрасте 4 лет делать. Поэтому, если вам удобно, вы можете это занятие разбивать на две части. Давайте мы с вами посмотрим. Итак, самое первое. У нас здесь в этой книге написаны и рекомендации, и цели, и задачи, языковые материалы и так далее. Мы начинаем первое занятие с того, что приветствуем детей на английском языке и на родном тоже. И потом представляемся, мы говорим, I am. Например, я им скажу, I am Alexei. Да? А затем говорим, что мы отправляемся вместе в мир, где царит английский язык. В этом мире нас ждут и сказки, и приключения, и интересные друзья новые. И вот мы их познакомим с друзьями. Вот у нас мальчик Алекс английский, который себя рисует. А вот у нас листочек, место свободное. Либо на отдельном листке можно взять карандаш и попробовать нарисовать себя так, как получится. Ну-ка, давайте попробуем нарисовать и посмотрим, лучше получилось, чем у Алекса. Или хуже, или нам еще пока есть чему поучиться. Нарисовали, правда? Затем у нас следующее занятие. Послушай и расскажи. Дети слушают, как представляются наши английские друзья новые. Например, hello, I am Alex, I am four. Hello, I am Sandra, I am four. И мы узнаем, что они пока еще маленькие. И они говорят, сколько им лет. Они близнецы, и они показывают на пальчиках, сколько лет. И мы просим наших с вами учеников представиться, сказать hello, и показать на пальцах, сколько им лет. И затем у нас следующее закрепление этой информации в небольшой рифмовке. Она перед вами сейчас видна, это упражнение номер три. Hello to all, hello to you, hello to all, hello to all of you. Все рифмовки, все вот эти вот тексты, видите, у нас изображение наушников, такие ушки на цифрах. И это все записано на аудиодиске. Но у нас есть скрипты, то есть вы можете сами прекрасно детям прочитать, как вам будет удобно. Но, вы знаете, полезно, когда дети уже слышат носителей языка. Поэтому, если вы прочитали, все равно дайте им послушать. Не здесь, так дома. Диск прилагается к каждой книге, поэтому, если родители эту книгу купили, диск у них тоже есть. Пойдемте дальше. Вот, предположим, здесь вы сделали паузу. Правда же? Следующее продолжение занятия. Посмотрите. Мы смотрим на дальнейшие приключения наших детей. И что у нас получается? Алекс хочет подарить маме рисунок своего домашнего питомца, попугаев Фили. По-английски есть такое выражение. It's my pet. И оно означает, это мой домашний питомец. И мы здесь просим детей раскрасить рисунок с попугаем и рассказать о нем. Они показывают его и говорят, it's my pet. Они пока еще слово попугай по-английски не учат, пока мы общий термин даем. И мы говорим, что pets, это ведь не только попугай, это и кошки, и собаки. Правда? И мы видим, вот у нас есть щенок Чарли и кошка Китти. Они pets. И они познакомились впервые, когда их принесли в дом. И посмотрите, у нас на рисунках есть надписи I am Kitty. Они здороваются как раз. А Чарли ей говорит hello. А потом он представляется, он говорит I am Charlie. И его уже Китти говорит hello. И мы можем показать уже подробные слова, с которыми дети будут работать. Мы говорим, например, it's a cat. It's my pet. It's a dog. It's my pet. После этого мы просим детей раскрасить контурный рисунок. Тут у нас главная задача получить детей и попадать в контуры. И называем по-английски, что изображено на рисунке. То есть cat, dog. А после этого мы играем в игру. Я покажу вам примеры игр с карточками. У нас есть разрезные карточки. Мы когда будем говорить про игровые технологии, вы увидите. Но давайте мы посмотрим на следующее занятие. И вот они, эти карточки разрезные, с которыми дети играют. Давайте мы с вами посмотрим на то, каким образом продолжаются эти занятия. Вот мы теперь знакомимся с Сандрой и Александром. Я увеличу слайд. Не пугайтесь, если он у вас выйдет за пределы экрана, чуть-чуть заголовок. Главное, чтобы вы видели разворот учебника хорошо. И мы с вами, у нас аудиозаписи были. Мы с вами постараемся послушать эти аудиозаписи тоже. Давайте мы с вами посмотрим еще раз на это занятие. Вернее, не еще раз, а на занятие номер 2. И мы с вами послушаем... Я пока верну еще презентацию. Итак, давайте послушаем, как идет занятие. Мы знакомимся с нашими героями. У нас Алекс говорит «I'm a boy», а Сандра говорит «I'm a girl». Правда? Вот кто про себя еще может сказать «I'm a boy»? Кто догадался, что слово «I'm a boy» означает? Выражение «Boy» — это мальчик, «Gal» — это девочка, да? А затем мы слушаем историю. Давайте-ка мы ее с вами послушаем. Я сейчас включу. Послушай и расскажи. Listen and tell. Алекс рисует цветными карандашами на большом листе бумаги свою семью. На рисунке он изобразил себя с длинной стрижкой. Маму, папу, старшую сестру Памелу, сестру Сандру с множеством косичек, очень похоже на Алекса, кошку Китти, собаку Чарли, попугаев Филли. Сандра показывает на маму. It's my mother. Сестра Памела показывает на папу. It's my father. Александр показывает на Сандру. It's my sister, Сандра. Посмотри на пустую рамочку. В ней ты можешь нарисовать одного из членов твоей семьи. Итак, посмотрите. Мы послушали вместе с детьми вот эту вот историю про Сандру и Алекса. Мы видим, что они рисуют свою семью, и они ее называют. И попросим детей нарисовать в рамочке кого-то из членов своей семьи. Правда же? После того, как нарисовали, попробовали еще раз по-английски вспомнить, как по-английски папа, фада, сестра, сестра, мама, мава, да? После этого мы закрепляем знания в рифмовке. Вот у нас рифмовка. Это упражнение номер три. Давайте мы его послушаем сейчас тоже. Повтори. Итак, услышали? Считалочка очень коротенькая. И как считалку использовать это стихотворение? Его можно использовать просто для того, чтобы повторить. И эти все стихи, их не обязательно вовсе активно заучивать. Но вы сами знаете, если дети послушают несколько раз, они запоминают непроизвольно. У них это прекрасно получается. Рассматривать картинку, можем посмотреть, где у нас здесь мадда маус, где у нас здесь фада маус, где у нас сан энд дотта, литтл маис. Правда? А сан энд дотта, они, конечно, друг для друга. Брата энд сестра. После того, как мы послушали, у нас продолжается работа. Мы смотрим на картинки, ищем, кто у нас где здесь находится, кто спрятался. И так далее. А затем мы продолжаем работать с нашими героями. Мы уже смотрим на pets. Да? И мы смотрим на то, какие бывают в семье отношения. Мы видим, что у нас маленький котенок. Маме говорит, I love you, mother. Да? Щеночек говорит собаке, папе говорит, I love you, father. И маленький попугай тоже своей маме говорит, I love you, mother. Мы учим детей говорить по-английски, I love you, mother. I love you, father. Или просто, I love you. Потом у нас переходим для кинестетиков к упражнению. Опять раскрасть и назови. Дети раскрашивают контурные рисунки Сандры и Алекса. И называют, говорят, It's Sandra, it's Alex. И затем у нас снова идет игра в карточке. Мы посмотрим. Я смотрю, у нас идет в чате активное обсуждение. Например, Екатерина Горева спрашивает, а в основном лектор читает по-русски. Вы знаете, у нас, вы имеете в виду лектора, диктора в аудиозаписи. У нас там два диктора. Англичанин, мужчина, и вы слышите только по-английски, говорит. Но поскольку детям задание все-таки объясняют, и какие-то слова у нас русские есть, то мы слышим диктора, это русская преподавательница английского языка, выпускница МГИМО, у нее прекрасное английское произношение. Поэтому мы слышим, как хорошо дидактически по-русски и по-английски произносят. Правда же? Итак, пойдемте дальше. То есть, вы видите, здесь дети всегда имеют возможность в наших с вами занятиях посмотреть, познакомиться с чем-то, выразить свое мнение, выразить свое отношение, научиться говорить об этом по-английски, сказать I love you, и так далее. У нас есть задания для киноэстетиков, для аудиалов и для визуалов, обязательно. У нас есть активные игры. Это не единственная технология, не единственный подход к обучению, который нам требуется. Давайте я сейчас уменьшу немножечко слайд. Еще одна основа стандарта дошкольного образования, точно так же, как и в курсах школьных, это деятельностный подход. О чем это говорит? Обучение и воспитание идут через деятельность. То есть, не просто детям лекции читают, а мы учимся, делая что-то. Решение конкретных деятельностных задач идет в ходе занятий. То есть, детям говорят, раскрась, нарисуй из того, что увидели, вылепи, поздоровайся, сделай ролевую игру. И плюс ученик учится сам добывать знания, а вот с этим уже посложнее. Как можно научить маленьких детишек добывать знания? С помощью каких видов деятельности? Какие, собственно, особенности у детей можно развивать? Давайте мы посмотрим. Вот, скажем, задание из книг «12 шагов к английскому языку». Вы видели, у нас все время шестое занятие. Задание – это «Раскрасть и назови». Дети учатся раскрашивать. Четырехлетки пока еще учатся попадать в контуры. Затем у нас более тонкие, более детальные раскраски идут. Правда же? Дети, например, мы говорили, что они делают что-то и учатся в ходе выполнения заданий. У нас есть сказка «12 шагов к английскому языку». И в этом курсе у нас есть сказка «Приключения Сандры и Александра». Мы ее послушаем еще с вами. И к этой сказке у нас есть пазл. То есть дети сначала слушают сказку, смотрят на картинку, потом мы разрезаем картинку, и дети собирают пазл. Здесь пазл довольно простой, но не забываем, что для детей 4 лет. Со следующих книг пазлы усложняются. А вот, например, примеры из книги «What do animals say?» Это серия книг «Первые английские слова». И посмотрите, пожалуйста, дети узнают к своему удивлению, что оказывается, это в России животные говорят одно, а в Англии, там же все говорят по-другому, по-английски, и по-английски животные тоже по-другому разговаривают. У нас, например, собачка говорит «гав-гав», а английская собачка что скажет? Кто вспомнит и сможет в чате написать? «Вуф», «бак», «бак» — это гавкать, «вуф-вуф», «бау-вау», правильно, посмотрите, мы с вами знаем. Вот сейчас мы на экране видим, что говорит мышка английская. По-русски мышка говорит «пи-пи», да? А по-английски, если мы скажем «пи-пи», там немножко другое значение будет у этого слова. Все его понимают. Детям, конечно, оно тоже надо знать, но если мы хотим в мышку поиграть, то надо знать, что мышка по-английски говорит «ик», правда? Вот мы видим. И посмотрите, здесь очень простое, каждый разворот — это одно животное. Мы сначала смотрим на картинку и говорим «this is a mouse». It says «ик». Потом мы показываем на картинке, и у нас есть условное обозначение, видно, что пальчиком надо показать. Мы говорим детям «a mouse», и они должны найти картинку, где мышка изображена. После этого мы делаем первые шаги в подготовке детей к написанию. Посмотрите, опять же, мы показываем пальцем, у нас значок есть. То есть мы пока не учим детей, и эта книга с трехлетнего возраста может использоваться. Мы пока не ожидаем, что ребенок возьмет ручку или карандаш, и прямо сейчас по стрелочкам пропишет. И это еще слишком рано, для того, чтобы на иностранном языке учиться писать. Мы пока только развиваем моторику, готовим руку к письму. Поэтому мы говорим, проведи пальчиком по стрелочкам, покажи, как эти буквы пишутся. Начинаем отсюда, и по стрелочкам проводим. И затем у нас дается раскраска. Вот у нас эта мышка. Уже контуры цветные даны. Мы предлагаем детям раскрасить. То есть мы их учим, опять же, в контуры попадать, заполнять и так далее. Правда же? То есть книжки довольно приятные. Но посмотрите, мы научились про мышку, узнали про нее в ходе одного занятия. Затем открываем разворот в конце книги и ищем, говорим, а где здесь маус? Давай найдем. Нашли мышку, показали пальчиком. А как слово маус по-английски пишется? Ну-ка, давай вернемся, посмотрим, вот там, где мы пальцем проводили. Давай с тобой попробуем найти это слово. Получимся читать. Конечно, читать в кавычках. Дети учатся читать только методом целого слова здесь, в этих книгах. То есть просто узнавать слово в глаза. Нашли. А что мышка говорит, вспомнили? А давай попробуем с тобой еще раз глянем на те странички и попробуем найти, где же вот эта фраза, которую мышка говорит. Ну-ка, давай попробуем теперь соединить. Правда? Соединить название маус, слово, с картинкой, в которой где тоже изображена маус, и с тем, что мышка говорит. Ик. Да? То есть вот такие вещи. Разворот этой книги может выглядеть немножко запутанным для вас, но давайте вспомним, что мы к ним возвращаемся после каждого занятия, детям становится все легче, легче и легче. Это просто закрепление материала. Стихи и загадки о птицах. Какие там развивающие занятия, задания? Вот эта книжка, она не столько предназначена для обучения большому количеству английской лексики, конечно нет, там на каждую книжку всего 10 лексических единиц. Но зато в этих книгах очень много развивающих заданий. То есть ее можно использовать как дополнение к основным занятиям английским языком, если ваша цель все-таки научить детей по-английски общаться, либо ее могут использовать родители дома, и тогда эти стихи и загадки они развивают сообразительность и память у детей. Но нам что еще важно, там очень много развивающих заданий, например, вот таких. Посмотрите, это все примеры из книги стихи и загадки о птицах. Помоги художнику докрасить рисунок. Что еще там есть? Найди лишнюю курочку среди одинаковых, а это уже умение анализа. Там были творческие, правда, раскрасить красиво. Здесь, потому что мы же художник, помогаем, а художник красиво рисует, надо помочь ему красивые цвета сделать. Здесь найди лишнюю курочку среди одинаковых, мы учим детей анализировать. Следующее, сколько цыплят на картинке? Посчитай цыплят. Вспоминаем, как по-русски считаем, учимся считать. Еще раз повторяем, соедини рисунок по точкам и раскраси его. Здесь мы уже учим детей восстанавливать рисунок, видеть, идти от части к целому образу. Дорисовали рисунок по точкам, а затем раскрасили. Еще художественное развитие, правда же? Помоги-ка вороне добраться к яблоку. Это всем известный лабиринт. Мы учим детей усидчивости, мы их учим внимательно проследить, как же можно пройти, и плюс еще целую картину увидеть из этих линий. Екатерина Кирилловна спрашивает, стихи и загадки с трех лет? Вы знаете, сами тексты, здесь зависит от ребенка. Тексты, стихи и загадки, они не очень простые, поэтому кому-то из детей с четырех лет пойдут, кому-то можно и с трех лет взять. У меня приятельница, я крестный двух ее детей, она взяла для своего сына эту книжку. Сыну всего два с половиной года. Она говорит, ребенок с удовольствием слушает стихи, тут же, говорит, после первого прочтения выучил слово Ке, с удовольствием рассматривает картинки, конечно, говорит, творческие задания он пока не делает. Когда, говорит, ему загадку загадываю, ему пока тоже трудновато, но слово он знает. Он, говорит, пальчиком уже показывает на картинку и говорит Терке. Потом пальчиком на другую картинку из того, что по стихотворению запомнил, и говорит, то есть слово-то он выучал, но она, говорит, он чуть-чуть подрастет, и через полгодика мы к этим всем заданиям вернемся. Вот такие вот моменты. Еще комментарии. И вопросы. Наталья Беляева спрашивает, где можно еще раз посмотреть видеозапись этого вебинара? Мы вебинар записываем, мы его выложим на сайте englishteachers.ru. У нас есть там тема видеозаписи вебинаров. Валерий Седов пишет, на индивидуальных занятиях с детьми 3, 5, 6 лет, со школьниками, не встречаются с проблемой постановки произношения межзубных и прочих. Но как только дети приходят в школу, они перестают правильно произносить. Видимо, слышат на фронтальных опросах неверные варианты произношения одноклассников. Вы знаете, скорее всего, от одноклассников зависит. Я вам, знаете, совершенно не педагогический пример человека зрелого возраста, я вам могу рассказать, как я себе испортил произношение французского. У меня второй иностранный язык французский, я его начал учить в университете. И я поехал учиться по обмену в Англию. Чтобы не отстать от своих однокурсников в России, я ходил в университете в английском и на занятия французским языком. Вы знаете, когда я оттуда вернулся, у меня словарный запас увеличился, но мне моя преподавательница сказала, он говорит, вы знаете, вы когда уезжали, у вас, говорит, шикарное было произношение, очень чистое, очень правильное французское и интонация. А сейчас, говорит, у вас интонация английский начинает звучать, и звуки, говорит, надо выправлять. И мы эти звуки выправляли и выправляли и выправляли. Зато потом, годы спустя, когда у меня была ученая степень, я год проводил в американском университете, преподавал, я тоже ходил на занятия французским. И я все время удивлялся, как-то мои одногруппники американцы замирали, когда я начинал говорить. Я потом преподавателю сказал, говорю, вы знаете, меня что-то смущает, почему они так все замолкают и слушают, может им тяжело, может у меня произношение какое-то не такое, он говорит, нет, просто они слышат иностранцы, которые хорошо говорят по-английски и по-французски, и у вас будет произношение гораздо лучше, чем у них, поэтому они так и вслушиваются. Так что вот такие вот моменты бывают. Очень привилитливые родители требуют постановки произношения. Вы знаете, я бы вот что насчет произношения сказал бы, чистое английское произношение, а существует ли оно? Если вы включите, например, радио BBC, даже BBC, вы услышите дикторов-палестинцев, дикторов-пакистанцев, дикторов со множеством региональных акцентов, поэтому произношения самые разные бывают варианты. Давайте мы попробуем поставить детям артикуляцию, развить у них речь. Мы здесь поможем логопедам, мы научим детей чувствовать, как у них поставлены органы речи, где у них кончик языка, как у них язык лежит во рту плоско или спинка выгнутая и так далее. И мы им научим, мы им поставим native speaker type pronunciation, какое-то, но давайте объясним родителям, что вариантов произношения моря. Мне опять же вспоминается история, и после этой истории мы перейдем к игровым технологиям. Как у нас ехали студенты из Великобритании в автобусе много лет назад, ну и естественно между собой общались. К ним подошел какой-то мужчина и начал взмущаться, они потом со смехом рассказывали. Он им начал говорить, как вы смеете, вы коверкайте английское произношение, разве можно так говорить? А там проблема в том была, что один студент был из Бирмингема, где дифтонг I произносится как OY, и вместо I like it говорят OY like it. И сами англичане смеются над этим произношением, говорят, был мой акцент sounds stupid. Хотя это, конечно, неправильная фраза. Другая девушка была с севера Великобритании, и еще один молодой человек был из Йорка. Это совершенно разные произношения, хотя эти все районы отделяют друг от друга километров 200, но этого даже достаточно оказалось. Ну что ж, мы, кстати, будем еще про произношение говорить. У нас будет отдельный вебинар, когда мы будем говорить, у нас будут вебинары по обучению разным видам лечевой деятельности, и по обучению говорению, и там мы по произношению поговорим, и про начало обучения, чтению дошкольников, и так далее. Но давайте мы сейчас вернемся к еще одному виду технологии. Это игровые технологии. Правда же? Вот я, кстати, очень согласен с тем, что Валерий Седову сейчас пишет, если мы ориентируемся на жизнь, то произношение не слишком важно. Если мы ориентируемся на успех ребенка в школе, и это грустно, конечно. Вы знаете, что касается успеха ребенка в школе. Ну, не секрет, что учителя наши тоже по-разному говорят. Правда же? И бывает, что учительница требует от ребенка, чтобы у него было не британское произношение, а чтобы было так, как она привыкла выговаривать. И это действительно, к счастью, не самое главное в жизни. Но, конечно, хочется, чтобы дети говорили правильно. А еще лучше, чтобы они не только правильно, но и красиво. Итак, игровые технологии. Кстати, произношение можно и в игре обучать. Чем игровые технологии отличаются просто от любой игры? Дело в том, что игровая деятельность – это деятельность развивающая, но при этом она довольно свободная, потому что в игре что угодно может происходить, ее в рамки трудно ввести в какие-то. В игре всегда творческий характер, он очень-очень активный. Даже когда дети в дочке-матери играют, у них роли распределены, но в рамках этих ролей чего-нибудь только не придумывают. Правда же? Но кроме этого, игры всегда эмоционально насыщены. Посмотрите, ведь как детям приходится объяснять, если они проиграли, когда говоришь, ну что-то расстроился, это только игра. Но ребенку фраза «это только игра» она ничего не говорит. Для ребенка игра – это не только, а это одно из самых важных событий в его жизни в этом возрасте. И он очень-очень обидится, если он в игре проиграет, или если как-то с ним несправедливо поступить. То есть игра всегда вызывает очень большой эмоциональный отклик. И, наконец, для того, чтобы игровые действия стали обучающимися, у игры должны быть четкие правила, которые отражают содержание игровых действий. Я вам обещал показать игры из курса «12 шагов к английскому языку», а давайте посмотрим. Но перед тем, как посмотрим, давайте для себя сделаем вот какой промежуточный вывод. Игровые технологии в обучении применяются и для того, чтобы дети могли новые понятия и области знаний освоить, потому что играя, они осваиваются с какими-то понятиями и запоминают их. Для того, чтобы они учились решать социальные задачи, это общение со сверстниками, это как правильно поздороваться и так далее. И для того, чтобы они обучались взаимодействию со взрослыми, ведь можно и во взрослых поиграть и так далее. А когда взрослые в игре участвуют, то ребенку легче гораздо взаимодействовать, правда же? Итак, учебная игра. Что она из себя представляет? Дидактическая цель у нее есть, естественно, но она остается перед учащимся в форме игровой задачи. Вместо того, чтобы сказать, а давайте-ка мы с вами сейчас с удовольствием выучим пять новых слов, или повторим выученные слова для ребенка, это не актуальная цель совершенно. Мы скажем, а давайте в мячик играть. Я тебе сейчас бросаю мячик и говорю слово, например, вот это по принципу съедобное-несъедобное. Если это слово съедобное, например, Apple, ты говоришь Yes и бросаешь мячик кому-то еще и тоже называешь какое-то слово, съедобное-несъедобное. Если это слово несъедобное, ты говоришь No и бросаешь мячик мне обратно. И все. И мы таким образом повторили с детьми название продуктов. Правда же? Мы можем с детьми по-другому играть. Я вам покажу сейчас эти примеры. Здесь у нас карточки помогают хорошо. Учебная деятельность обязательно здесь должна подчиняться правилам игры. Поэтому давайте выбирать такую игру, которая у нас эффективна для обучения будет. И учебный материал... ...средством игры. То есть для детей все это как конфетка в фантик завертывается в игровую оболочку. И очень хорошо, когда в учебной деятельности есть элемент соревнования. Тогда вместо дидактической задачи игровая будет. А кто быстрее всех найдет мне картинку, на которой изображена Фокс? Давайте-ка искать. Кто нашел? Молодец. Получает, например, там звездочку и смайлик. А кто найдет, где у нас спряталась Кэт? Давайте-ка поищем. Правда же? И успешное выполнение дидактического задания, вспомнить слово по-английски, узнать картинку с этим столом, связывается с игровым результатом, естественно. Вспомнил, значит победил. Вот у нас примеры из первых четырех книг курса 12 шагов к английскому языку. Мы сейчас посмотрим на формулировки, но про типы игр. Есть троллевые игры. Начиная с самых-самых простых диалогов, когда мы просто говорим hello и показываем свой возраст. Уже, да, или здороваемся hello, I'm Alex, hello, I'm Sandra на первых занятиях. И в завершающих частях курса у нас уже развернутое общение, получается, с учетом ролей. Активные игры с карточками. Это всегда игра номер 6. Это задание номер 6 в каждом упражнении. Это игры на закрепление изученного материала. И лексики, и грамматики, и речевых формул, и букв алфавита. Это для шестилеток уже. И настойные игры у нас есть, которые используются для повторения изученного. Это для детей уже в возрасте 6 лет появляются. Вот Елена Фомина пишет. Не люблю соревновательные игры даже со старшими, даже школьниками. Только разочарование и даже слезы потом в глазах. А давайте мы сами посмотрим на эти игры и подумаем, будут они здесь разочарованы или не будут, хотя элемент соревнований есть. Правда же? Вот у нас игра с карточками в курсе 12 шагов к английскому языку. Первая игра. У нас есть разрезные фигурки героев. И у нас есть вырезные карточки к каждому занятию. Вы уже видели примеры. И вот сзади, если мы книжку откроем, посмотрите. Вот у нас карточки с картинками. И эти карточки сзади подписаны по-английски. Это то, что нам с вами удобно. Когда мы детям карточку показываем и не заглядываем, что же там есть, а у нас слово по-английски, транскрипция и перевод на русский язык. Это чтобы и родители не растерялись, как все это переводится. Итак, подготовьте фигурки героев книги, вырезанные с третьей страницы обложки. Это вот здесь. Вот у нас фигурки героев книги. Мы их вырезаем, они у нас из плотного картона. Предложите детям разыграть сценку с героями, используя фразы из предыдущих заданий. И это задание номер три. То есть мы выучили какие-то новые слова, и у нас тут же они реализуются в игре. Но на самом-то деле это микродиалоги получаются. Затем задание номер шесть. Заранее подготовьте карточки с картинками к занятию один. Покажите картинки детям, называя их по-английски. Затем разложите карточки в разные места в комнате. Например, a cat, a dog, a mouse. Показали. Разложите карточки в разные места в комнате. По очереди попросите детей перенести определенную карточку. Например, beat me a cat. Просим детей. После того, как дети помогут вам собрать все карточки, мы играем с детьми в прятки. Мы говорим, а сейчас у нас животные все спрятались. Мы переворачиваем картинки изображением вниз, и каждый раз называем изображение. Например, it is a cat. Перевернули. It is a mouse. Перевернули. It is a dog. Перевернули. То есть еще раз вспомнили. И по очереди просим детей вспомнить, где лежит нужная карточка. Перевернуть, показать всем и сказать. It is... Например, мы говорим, где у нас кошка? Покажи. Ребенок вспоминает, где карточка. Берет, переворачивает и говорит, it is a cat. Мы подтверждаем выбор ребенка. Если он правильно показал, говорим, yes, well done, it's a cat. А если ребенок ошибся, мы ему говорим, is it a cat? No, it is a dog. Кладем ее обратно, и снова просим найти спрятавшийся предмет. Где у нас кошка? Помоги мне, найди. Show me the cat. И так далее. Вот такие. Правда? Как вам кажется, удобная игра получается. Поможет она и лексику вспомнить, и не обидеть детей. Вы пока отвечаете, я почитаю комментарии. Умение проигрывать можно поставить в качестве новой сприваемых умений. Я бы немножко переформулировал даже не умение проигрывать скорее, а умение не обижаться при проигрышах. Правда? То есть вот этому действительно надо учить. В соревнованиях всегда кто-то проигрывает, зато появляется желание поучаствовать в игру в следующий раз. И это правильно. Но вы знаете, ведь можно каждому придумать какую-то награду. Пусть даже тот, кто проиграл, тоже получит свой смайлик. Только тот, кто выиграл, получит самый большой смайлик. И к нему какая-нибудь, например, еще карточка, на которой нарисована клубничка, груша, яблочко и так далее. А тот, кто проиграл, он только смайлик получил. Он уже не обиделся, у него что-то в руках есть. Правда? А потом мы можем посчитать, кто у нас сколько за сегодня за занятие заработал, смайликов и так далее. Правда же? То есть вот такие монеты. Становно, видно, пишут очень хорошие игры. Это действительно довольно простые игры. И в то же время они удобные. И дети здесь обижаться не будут. Они помогают повторить то, что нам требуется. Вот как выглядят эти карточки в книжке, на страничке. И эти карточки у нас есть разрезные. Еще, как я уже говорил. Теперь использование информационно-коммуникационных технологий. Несколько моментов здесь есть. Я сейчас про них расскажу. Они очень важные. Итак, у нас есть мобильные приложения, обучающие игры. Эти игры работают на смартфонах и на планшетах, на операционной системе Android и на операционной системе на устройствах Apple. Для того, чтобы эти вещи скачать, у нас сзади на обложке «Посмотрите книг» есть QR-код. Вы сканируете этот код и скачиваете себе приложение. Эти приложения используются как дополнительное средство повторения изученной лексики. Их не обязательно во время занятий использовать. Можно сказать родителям. Дорогие родители, у вас сотовый телефон есть на Android, даже недорогой. Помогите вашим детям. Дайте им переиграть 10 минут. Скачайте вот эту вещь бесплатно. То есть вы можете ничего не делать и ребенка занять, и помогать, и так далее. Эти игры короткие. Почему они короткие? У нас есть санпины. Вот для школы санпины предусматривают использование ИКТ, а в санпинах для дошкольного возраста, по-моему, таких вещей особо и нет. Поэтому, какие бы санпины ни были, мы старались сделать игры эти интересными, но короткими, чтобы ребенок не слишком много проводил времени, занимаясь такими вещами. Хотя вы знаете, как сейчас дети начинают требовать. Дай телефон поиграть, дай планшет поиграть и прочее. Для того, чтобы снизить нагрузку на глаза ребенка, изображения здесь крупные, без мелких элементов специально сделаны. И интенсивность цвета очень тщательно подобрана. Вы сейчас это увидите. Порядок предъявления и закрепления материала обладает вариативностью. То есть, например, если у нас приложение предназначено для того, чтобы выучить детям 10 слов, у нас каждый раз слова будут предъявляться в новом порядке и отрабатываться в новом порядке. И это будут те же самые слова, но механическое запоминание исключается. И в каждой игре есть три этапа. Первый – это предъявление материала. На экране анимированная картинка, и английское слово «звучит». Это все озвучено. Затем следующий этап – это отработка понимания слова на слух. На экране перед детьми появляются четыре картинки. Слово звучит, и надо выбрать изображение названного предмета. И, наконец, третий этап – это отработка чтения целым словом. Это для детей, которые освоили и запомнили. Либо мы им помогаем. Даже если не просто будут тыкать, пытаться найти нужное слово, они все равно соотнесут картинку со словом. Потому что на экране видят четыре картинки. Они видят это слово. Прошу прощения, не звучит, оно написано. И надо выбрать изображение предмета, название которого написано. Вот так это выглядит. И, как я говорил, эти игры можно использовать в свободное время, после или во время занятий. Это все дается в подарок книге. Поэтому, даже если вы книгу еще не купили, на полке в магазине можно сканировать и скачать. Скачать себе эти приложения. К книгам серии «Первые английские слова» мобильные приложения тоже есть. Они выложены, ссылки на них на EnglishTitchers.ru. Можете зайти туда по вкладочке «Mobile Apps» и тоже скачать себе эти приложения на ваше мобильное устройство. На настольном компьютере они работают не будут, это именно мобильные вещи. И вот, как это мобильное приложение выглядит. Посмотрите. Вот такое меню. Это в книге «Я умею» «I can». То, что мы с вами видели. Вот у нас три этапа. Предъявление, на слух, понимание и написанное. Вот как выглядит предъявление. Например, дети видят картинку. Мальчик летит на дельтаплане. Они слышат слово «Fly». И когда они слышат, картинка оживает. Дельтаплан слегка покачивается. Кликаем дальше, у нас появляется следующая картинка. Либо пальчиком сдвигаем. И так далее. То есть здесь можно руками работать и прочее. То, что вы видите перед собой картинку, она занимает весь экран. Сотого телефона, либо планшета. На планшете она крупная будет. Сотого телефона тут уже зависит от размера экрана. Затем второй этап. Четыре картинки. Нажимаем на динамик. И мы слышим слово. Например, «Swim». Или «Jump». Или «Sing». Ребенок выбирает, трогает картинку, в которой это слово прозвучало, которое называет. Если картинка выбрана правильно, она увеличивается во весь экран. Мы еще раз слышим это слово, и картинка оживает. Если картинка выбрана неправильно, она качается с стороны в сторону, раздается скрип, как у открывающейся двери. И ничего у нас не оживает до тех пор, пока мы правильную картинку не выберем. Попыток количеству не ограничено. Можно слушать это слово много раз. Но дальше никуда ребенок не продвинется. Как только картинку выбрал правильно, то у него высвечивается звездочка. Всего мы с вами видим, у нас пять звездочек на этом есть этапе. И следующий этап, как я уже говорил, у нас появляется надпись, у нас картинки тоже меняются, и мы по надписи пытаемся соотнести. Когда мы все выбрали, у нас, посмотрите, сделали правильно все пять звездочек, у нас появляется какой-то маленький анимируемый мультик. Например, облака расходятся, солнце появляется, или ракета пролетает, или цветы распускаются, и так далее. Каждый раз мультик разный, поэтому можно пробовать, для того, чтобы посмотреть, а что же на этот раз получится, можно будет пробовать это задание выполнять снова, снова и снова, даже когда ребенок их запомнит. Это дополнительный стимул. И как я уже говорил, такие приложения есть. Их книгам серии «Первые английские слова». Книги еще не вышли, а приложения выложены. Их книгам курса «12 шагов к английскому языку». К каждому занятию есть по такому приложению. Их тоже можно скачать все. То есть вещи простые, но довольно удобные. Прочитаю комментарии. Екатерина Голева пишет. «Разные уровни развития у меня в группе 5-летний мальчик, сообразительнее 6-7-летних, поэтому смотрите на его эмоциональное и психологическое развитие. Главное, чтобы ребенку было комфортно изучать язык». Совершенно верно. Дело в том, что мы, например, пробовали эти книги, и эти игры и задания в группе «Смешанной», в детском саду, который занимается по системе Монте-Сори. Там группы «Смешанной», то есть там дети в одной и той же группе 3-х, вернее, и 3-х, и 4-х, и 5-ти лет. То есть группы подбираются не по возрасту, а по уровню развития. Вы знаете, прекрасно идет с определенным уровнем развития. Все это работает. Рецепт Иванович пишет, что мобильные приложения разные для всех детских книг. Конечно, разные. Эти мобильные приложения отражают ровно ту лексику, которая заложена в книгу, либо, как в случае с курсом «12 шагов к английскому языку», лексику занятия активную. Здоровосберегающие технологии. Еще одно направление, которое очень важно, и стандарты этого требуют, мы с вами видели в самом начале вебинара. Сохранение здорового ребенка за счет чего может осуществляться? За счет того, что ребенку комфортно и ему интересно. То есть, эмоционально комфортная атмосфера. А здесь нам помогает и личностно-ориентированное обучение, и игровые технологии. За счет смены вида деятельности. Здесь уже зависит от организации занятий, и от материалов пособий. Вы сами видите, у нас в каждом занятии, у нас каждый вид деятельности занимает 5-6 минут. Потому что больше просто детям пока тяжело в этом возрасте. Но у нас обязательно занятия и для того, чтобы посмотреть, рассмотреть, и послушать, и раскрасить, и подвигаться, и так далее. Физическая активность – это активные игры, это развитие моторики. И, естественно, знакомство с принципами здорового, безопасного образа жизни. Это уже из содержания пособий вытекает. Мы с вами знакомились с этим содержанием. Вот пример того, как мы знакомим детей с здоровым образом жизни. Например, занятие называется раздел «Здоровые привычки». И мы говорим детям про зарядку. Мы смотрим, как у нас герои занимаются зарядкой, и мы называем по-английски. Затем мы говорим, когда говорят «Sit down», «Stand up», «Jump» и так далее. Затем у нас идет маленькое стихотворение. «Up and down», «Up and down», «I'm a clown», «I'm a clown», «Down and up», «Down and up», «Sit down», «Stand up». Опять простая вещь, которая хорошо ложится на память. А затем дети в парах тренируются друг с другом. Они по очереди дают команды, наполняют их. Например, «Down», «Ребенок садится», «Up», «Ребенок встает». И затем меняются ролями. То есть не только познакомились с чем-то, но обязательно подвигались и тут же притворили в жизнь. Правда же? Какие средства развития ребенка заложены в серию детской английской? Мы сейчас возвращаемся к стандарту снова и близко к итогам подходим. Опять же вопрос. Есть у вас в комплекте рабочие тетради? Родители очень требуют домашние задания. А вы знаете, вот то самое домашнее задание-то «Раскрась», «Нарисуй», «Соедини слово с картинкой», «Сделай то-то, то-то». Оно уже заложено. То есть каждая книга, она включает в себя развитие вот эти вот развивающие упражнения и как рабочие тетради. Либо, если родители прямо настаивают, чтобы у вас формальные были рабочие тетради. Давайте сделаем так. Вы занимаетесь по 12 шагам к английскому языку, а в качестве домашнего задания посоветуйте книги Юлии Геннадьевны Курбановой «Стихи и загадки о». Это и родителям понятно, и вроде бы результат есть конкретный, слово выучили, и вот вам развивающие задания, и память развиваем. Правда же? То есть можно поступить и таким образом. Итак, давайте посмотрим. Направление развития и стандарт социально-коммуникативное. За счет чего происходит? Нам здесь помогают ролевые игры, знакомство с правильным поведением в различных ситуациях общения, познавательное развитие. За счет чего? За счет того, что мы даем детям новую информацию. Например, когда мы говорим про Рождество, мы не только про Деда Мороза говорим, но, естественно, про Санта Клауса и про традиции подарков в Англии. Когда мы говорим про еду, мы рассказываем, чем английский завтрак отличается от русского завтрака. Правда же? Как англичане питаются. То есть это новая дитя информация, и всегда можно спросить, а что тебе нравится, а что ты хотел бы, а вот что ты любишь на завтрак кушать, и так далее. И мы у детей формируем интерес к познанию окружающего мира. Мы говорим, посмотри, как красиво, посмотри, как интересно узнавать новое. И у нас идет сопоставительный анализ явлений жизни родной страны и стран изучаемого языка. Речевое развитие. За счет того, что у нас есть задание на говорение, на составление диалогов и ролевые игры. Художественно-эстетическое развитие. Здесь нам помогают сказки. Мы сейчас послушаем начало сказки из 12 шагов. Комикса, песни, материалы для творчества. И физическое развитие с помощью подвижных игр, развитие моторики. Уважаемые коллеги, средствами одного только предмета полноценно детей развивать сложно. Занятия у нас интегрированные, и подход интегрированный. Мы обязательно стараемся и научить ребенка, и воспитать, и дать знания английского языка, и так далее. Но все равно вот эти вот 15-20 минут, они только одни, задачу развития ребенка не решат. Они все хорошо работают в целом комплексе работы с ребенком. Но вот зато понятно, как можно заниматься. Эльза пишет, я целый вечер распечатывала раскрашки и задания, чтобы звуки обвести. Одна мамочка сказала, что я занимаюсь ерундой, и не нужны им эти звуки. Вы знаете, вот дети разные, родители тоже, к сожалению, бывают разные. Поэтому родителям можно сказать, дорогая мама, «Ваш ребенок, благодаря моим распечаткам, может спокойно 20 минут дома посидеть и вас не дергать. Неужели вы ваш покой не цените? Отдохните и сами расслабьтесь». Это, конечно, не очень хороший подход, но, по крайней мере, некоторым родителям это объяснит. Ирина Тимошенко спрашивает, можно еще раз название книги Курбановой? У Юрия Геннадьевна Курбановой вышло 5 книг. Эти книги, серия называется «Стихи и загадки», и вышли книги «Стихи и загадки» об игрушках, «Стихи и загадки» о птицах, «Стихи и загадки» о животных, «Стихи и загадки» о подводных жителях, о цветах, но цветы не флаус, а цвета, красные, зеленые, синие, черные и так далее. И «Стихи и загадки» о подводных жителях. Как я уже говорил, у нас есть помощь родителям и воспитателям. Опечатку заголовки, не обращайте внимания. Представьте, что это два удивленных глаза, потому что, ну, когда еще, в каких еще книжках помощь родителям бывает. Правда, вот в пособиях 12 шагов, он к английскому языку, очень подробные, поурочные планы занятий. И, причем, они написаны таким языком, что их и родители поймут. Есть у вас хорошие, активные родители? Они смогут заниматься. Если родителям неинтересно, вы им, по крайней мере, скажете, дорогие родители, если вы хотите узнать, что мы с вашими детьми делали на занятии, откройте, прочитайте, и вы все увидите. Правда же? В серии книг «Стихи и загадки» у нас есть методические рекомендации. С них прямо книжка начинается. Видите? Вот они. И они сейчас перед вами. И здесь подробно написано, что нужно делать и как нужно делать. Так что, опять же, и родители поймут. И в книгах серии «Первые английские слова» тоже подробные методические рекомендации есть. Как можно использовать книги? Курс «12 шагов к английскому языку» можно использовать как в образовательном учреждении, так и дома. Книги с мобильным приложением «Первые английские слова» можно использовать в дополнениях курса английского языка. Либо, если у вас нет курса, но вы хотите что-то построить, какие-то занятия, как самостоятельные пособия. А книги «Стихи и загадки О» направлены скорее на общее развитие ребенка и могут использоваться даже не знающими английского воспитателями и родителями. И, наконец, сказка. Я обещал, давайте мы с вами эту сказку послушаем. Мы сейчас загрузим аудиофайл. Я сразу хочу сказать насчет сказки. Сказка начинается с песни. У нас в каждой книге четыре эпизода этой сказки. Сейчас мы пока на паузу поставим. Включение санки. Сейчас она у вас будет загружаться. В сказке у нас в каждой книге четыре эпизода. То есть на каждое занятие у нас по эпизоду сказки. Сказка нужна для того, чтобы дети могли вспомнить самые важные слова, которые они изучали, чтобы дети почувствовали вкус к литературе. Вы сами знаете, какие сейчас проблемы, как мало детей любят читать. Они еще слушать более-менее готовы, а вот удовольствие от чтения они не получают. Мы их к этому готовим. К каждому эпизоду сказки у нас есть пазл. Дети слушают сказку, смотрят на картинку, потом разрезают и пазл собирают. У пазлов у всех оборотная сторона разным цветом с разным рисунком сделана, поэтому их можно хранить в одном пакетике, вы их не спутаете. И постепенно усложняет занятие, задание. Если ребенку легко один пазл из шести элементов собрать, после второго эпизода вы можете два пазла сразу попросить сначала разобрать по эпизодам, потом собрать каждый отдельно и так далее. Ну что ж, готовы послушать? Забыл сказать еще один очень важный момент. Песню поет. Музыку к ней написал. Автор книги Радислав Петрович Милрут. И сказку тоже Радислав Петрович читает. Вы знаете, мы попробовали разные варианты исполнения, ничего лучше авторского исполнения мы не нашли. Готовы послушать сказку? Если готовы, то мы начинаем. Отлично. Сандра в волшебном саду. Мой летний сад, Сколько чудес, Ё, тёплый свет, Солнце с небес, Здесь хорошо, Сказка вокруг, Сказочный мир, Рядом мой друг, Всем говорю Приключения Сандры и Александра В волшебном саду. Новый летний сад, Сколько чудес, Ё, тёплый свет, Солнце с небес, Здесь хорошо, Сказка вокруг, Сказочный мир, Рядом мой друг, Всем говорю Hello to all, Я всех люблю, Будем с тобой Петь, танцевать Let's sing and dance Let's sing and dance Дорогие ребята, Если вы хотите узнать Об удивительных приключениях Английских детей Сандры и Александра В загадочном волшебном саду, То слушайте и смотрите. Эпизод первый Сандра и Александр Это английские дети Они живут в столице Англии В городе Лондоне Дети-близнецы И это значит, Что Сандра и Александр Родились вместе В один и тот же год И день Мама с папой И друзья Ласково называют их Санди и Алекс Когда Сандра и Александр Хотят познакомиться Они говорят по-английски I am Sandy I am Alex Взрослые и дети Отвечают им Hello, Sandy Hello, Alex Санди говорит I have many friends У меня есть много друзей Алекс тоже гордо рассказывает I have many friends too У меня тоже есть много друзей Эпизод второй Сандра и Александр Живут в доме На окраине Лондона Вокруг дома у них есть сад Сад по-английски A god Вот такие вот эпизоды сказки Дело в том, что все зависит от скорости интернета Я надеюсь, что все успели услышать до конца Второй эпизод Видеоряда здесь пока нет Но вместо видеоряда используются картинки Специально каждому эпизоду по картинке Все это записано на диске Диск прямо в книгу вкладывается То есть книга на полке магазина Будет выглядеть вот так В упаковке Сзади диск То есть полностью получается весь комплект И эти сказки нужны для того, чтобы детям хотелось дальше узнать А что же дальше произойдет А что здесь интересного А пока мы и английские слова повторяем Эта сказка специально написана Вы, кстати, подумаем Может быть у нас и получится Я пока не обещаю Потому что сейчас много работы Но, может быть, нам вполне получится превратить эту сказку В живую книгу электронную Когда на экране вместо видеоряда будут приключения вот этих героев Которых можно еще и потрогать И погладить А они как-то отреагируют У нас такая идея есть Но на все на это нужно время А пока можно пользоваться книгой И так далее Мы действительно пытались сделать Поступить таким образом Был вопрос насчет карточек Насчет размеров Посмотрите У нас вот картинки с изображением героев Они крупные А сами карточки помельче И они специально сделаны такими Чтобы они удобно ложились в ручку ребенка Чтобы ребенку было удобно в ладошке держать эти карточки Не под нашу большую взрослую А ребенку было бы комфортно с ними работать Потому что вы сами знаете Если карточка слишком большая Дети становятся неуглюными Начинают ее терять еще что-то А здесь будет хорошо То есть мы пытались сделать книги такими Чтобы в них было все что вам потребует Что вам не надо было что-то рисовать Чего-то искать в интернете Чтобы вам не нужно было придумывать ничего Чтобы нужно было взять И просто от этого получать удовольствие А все у вас уже есть Я когда впервые начал книги представлять Мне сказали Ну зачем в эти книги еще и книгу для учителя воткнули Ее надо было бы отдельно издать Но у нас как раз и задача была Поступить таким образом Чтобы родители если хотят помочь Или просто узнать чем занимались Могли бы прочитать подробное описание занятий Чтобы вам было не сложно Вы могли бы например при желании И без диска обходиться Сами начитывать Но я думаю что вы видите Что с аудиозаписью все-таки лучше А если уж родителям совсем все равно Как ребенок чем занимается Посоветуйте им скачать Поставить себе на телефон Отсканировать QR-код Скачать поставить себе на телефон Мобильное приложение Пусть они хоть так ребенку помогут И не пристают к вам Хоть немножечко Правда же И полезная информация Информация следующая Вы можете скачать сам текст стандарта дошкольного образования Мы к нему еще будем возвращаться Там очень много интересных моментов Можете скачать по этой ссылке На сайт Федерального института развития образования Я вам дал сейчас прямые ссылки Они в чате были Но вы здесь можете посмотреть На книге в интернет-магазине 12 шагов к английскому языку И одна часть вместе с аудиодиском Со всеми карточками С методическими рекомендациями и так далее Стоит 138 рублей Книги Стихи и загадки По 50 рублей в продаже А мобильное приложение у нас бесплатное Это специально сделаю в качестве подарка для вас Чтобы вы могли родителям сказать Возьмите хоть это бесплатно Если вы покупаете эти книги Вот что вы получаете в дополнение Только дайте нам работать Потому что будет эффективно и поможет детям А Татьяна Савельевича спрашивает Когда следующий вебинар по дошкольникам Следующий вебинар на следующей неделе У нас в апреле еще два вебинара будут По обучению дошкольников Один вебинар проведет Алена Евгеньевна Козевича У которой сегодняшний вебинар началась Из-за того, что я в пробках стоял, ждал, стремился к вам А второй вебинар Это замечательная возможность Вы сможете послушать соавтора курса 12 шагов к английскому языку Который вам сможет рассказать Еще не только о книгах Но и о своем практическом опыте Потому что Наталья Александровна Не просто соавтор курса Она практикующий педагог Причем, что удивительно Она с детьми даже по скайпу занимается Представляете, с дошкольниками по скайпу То есть там очень интересный практический опыт И, насколько я понимаю У вас может быть возможность Посмотреть видеозапись одного из таких занятий То есть одно дело увидеть книжку Другое дело посмотреть, как эта книга работает на практике Ну что ж, уважаемые коллеги Большое вам спасибо Если у вас есть какие-то вопросы Я постараюсь вам ответить на них Что еще можно Вебинары про дошкольное обучение в обычное время? Спрашивает Тамара Ужунова Вы знаете, мы пока пытаемся Мы хотим, чтобы эти вебинары были еще и для тех Кто работает в детских садах Поэтому мы пытаемся выбрать время Которое удобно Для того, что... Потому что в час дня у многих воспитателей пересменка И это единственный шанс для них посмотреть Мы будем делать таким образом, я думаю Мы постараемся эти вебинары теперь проводить два раза с мая Два раза в день И один раз, наверное, будет в час дня по Москве А второй раз будет в привычное время чуть попозже Хорошо? Если вы это имели в виду Ну что ж, презентацию и видеозапись мы на форуме выложим Вот Тамара Ужунова пишет, как раз я работаю с дошкольником как раз в это время Хорошо, мы постараемся все для вас сделать Надежда пишет, добрый день, а я пропустила все Не огорчайтесь, мы видеозапись выложим А к сертификату вы как раз успели поучаствовать в вебинаре Ну что ж, уважаемые коллеги Что еще? Объясните про возрастную категорию книг Там строго или по желанию? Вы знаете, строго очень тяжело что-то сказать Дети очень разные Зависит от ребенка, от самого Мы рассчитывали примерно так Курс 12 шагов к английскому языку Предназначен для детей в возрасте от 4 до 6 лет Но обязательно найдутся какие-то дети, которые и в 3 смогут его осваивать А будут такие дети, которые и в 6 лет до конца курса им будет трудновато добраться Будут дети наверняка, с которыми вполне можно будет заниматься и на первом классе обучения в школе То есть этот курс может стать мостиком от дошкольного образования к обучению школьников И вполне можно и в первом классе будет закончить Книги Юрия Геннадьевна Курбанова В общем-то на них написано, что они от 4 до 6 лет Но посмотрите опять на детей Мне уже говорят, что и в 3 года дети тоже могут справляться Мои книги, книги серии первоанглийские слова, которые только готовятся к выходу Рассчитаны на детей от 3 до 5 лет Но мне опять же учителя говорили, что книги удобные Те, кто их видели Книги удобные, их вполне можно и на первом году обучения в школе использовать с детьми, которые послабее Потому что вполне можно дополнительно Ну что Код для семинаров Для сертификатов И вы сейчас увидите инструкцию на экране, как получить сертификат Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...